Я больше чем уверен, что СВО в этом году завершится. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет. Одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина. Ядерная риторика Зеленского напугала Москву. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать в Российской Федерации. Выступая 17 октября в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский упомянул о своем разговоре с Дональдом Трампом в конце сентября. Там Зеленский напомнил Трампу о том, что Украина в свое время добровольно отказалась от ядерного арсенала, третьего в мире по величине. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал, какой же выход? Либо Украина будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита. Либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов. Стремление в НАТО – альтернатива восстановлению ядерного статуса. И Украина свой выбор сделала пользу НАТО. Этот фрагмент речи был публично воспринят в виде завуалированной угрозы и России, и Западу, что было усилено тут же подоспевшим инсайдом издания Бильд о готовности Украины создать ядерное оружие в считанные недели. Позже в офисе президента были вынуждены опровергать такое толкование, уточняя, что речь шла о выборе Украиной вступления в НАТО, а не о готовности создать ядерную бомбу. Страны НАТО сегодня не воюют, поэтому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие. Тем не менее, версия с ядерной угрозой Зеленского разлетелась как в украинском сегменте интернета, так и среди зарубежной аудитории, включая западную и российскую. И эффект был довольно интересным. Что касается реакции россиян, то Кремль немедленно включил свою пропагандистскую машину, направленную на антикриз. Это безумцы, и ничего из этого, конечно же, не выйдет, никогда ни при каких обстоятельствах. Всевозможные пропагандистские помойки и сливные бачки вроде Мига России или главы Комитета Думы по обороне Картополова отчаянно бросились успокаивать свое население. Просто высмеивать слова Зеленского и наоборот делать развернутые публикации с обоснованием невозможности Украины. Такое оружие получить по тем или иным причинам. Это не наглость даже, это отчаяние лошары. Как красиво. И зелье, как лошара, остается с этими невыполненными обещаниями. Это единственный вывод, который я могу сделать из его заявления, что ли вы берете нас в НАТО, или у нас будет ядерная бомба. Потому что это первый раз за 20,5 года конфликт, когда он угрожает не нам, он угрожает им. Он же ядерной бомбой угрожает не нам. Ну, что нам с его этой грязной бомбой? Ну, неприятно, конечно. Ну, как-то разберемся, да. Парадокс в том, что еще недавно Россия заявляла на весь мир о якобы подготовке Украиной ядерных провокаций на Запорожской и Курской АЭС, работе по созданию грязной бомбы. Еще в начале полномасштабного вторжения даже упоминали в виде одной из причин вторжения в Украину. Ее намерение начать работу по созданию ядерного оружия. У нас есть информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться. Также грязной бомбой может стать взрыв на атомной электростанции. Идея с грязной бомбой, она же раскручивалась, раскручивалась сейчас второй раз. Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украинском театре военных действий. Это истерика России полная при поражениях на фронтах. А тут, после слов Зеленского, обо всем этом пропагандисты забыли и ринулись отрабатывать нарративы о том, что никакого ядерного оружия у Украины быть не может. И создать его она не способна. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас делать это Украина, это не так просто. Мы уже поняли тщетность всех этих попыток и ненужность, и даже контрпродуктивность. Примечательно, что такой нарратив кинулись отрабатывать даже отдельные либералы, вроде Юлии Латыниной. Зеленский сделал колоссальную ошибку, пытаясь заняться ядерным шантажем. Зато телеграм-каналы, настроенные не так лояльно к Кремлю и которые были замечены за поддержкой Пригожина, реагируют на эту тему более сдержанно и не так шапкозакидательски. В определенном смысле, если Украина вдруг предпримет шаги для того, чтобы получить грязную буму, и тем более не приведет Господь ее применит, это ты представляешь, как нам это руки развязывает. Независимо от изначального смысла, который Зеленский закладывал в свои слова, общее восприятие их можно обозначить как напоминание о существовании и украинских красных линий. Дерзость этого хода не на шутку Кремль напугала. Напугала. Именно напугала, о чем свидетельствует риторика их пропагандистов, которая даже перечеркнула их прошлые нарративы. Одно дело распространять банальную пропаганду для внутреннего потребителя. Другое дело, риск реально столкнуться с тем, что твоя пропаганда все эти годы об Украине сочиняла. Итак, Зеленский приехал в Бруссель в попытке продать свой так называемый план победы натовским чиновникам, но, встречаясь с журналистами, внезапно огорошил их заявлением. Или у Украины будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО. Мы сейчас выбираем НАТО. Кто из ядерных государств пострадал? Никто, кроме Украины. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, только Украина. Кто сегодня воюет? Украина, заявил Зеленский якобы в разговоре с Трампом, объясняя, почему Украина должна именно так ставить вопрос. Или принимаете нас в НАТО, или мы за несколько недель восстановим ядерную бомбу. Зеленский сказал журналистам, что Трамп вроде бы как даже с ним согласился. Сразу после этого последовали заявления украинских чиновников о том, что они действительно всерьез рассматривают возможность восстановления ядерного оружия. Об этом сообщил корреспондент Бильд Юлиан Рёбки, процитировавший заявление неназванного украинского руководителя. У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу. По данным Юлиана Рёбки, условием восстановления ядерного оружия, которое Украина сдала в 90-е годы, может стать вторая попытка России пойти на Киев. Заявление это вызвало просто шоковую реакцию западным политикам, среди журналистского мира, среди политических лидеров, военных лидеров. Последние все были просто огорошены. Страна, которая просит помощи, вдруг выступает с такими ультиматумами, практически угрожая Западу тем, что она может получить ядерную бомбу. Как выяснилось буквально сразу вслед за вот этим вот его заявлением, пошли публикации, что он еще в сентябре сделал НАТО ультиматум, дав три месяца на принятие его плана победы и поставки новых вооружений Украине. На что, конечно, в НАТО пожали плечами. Вступление Украины в НАТО, как военного союзника, у которого есть военный союз. Именно военный союз, а не пятая статья, более серьезное обязательство, что начинается война и ей приходят на помощь. Это кошмарный страшный сон украинских, то есть российских геополитиков. Война, Великая Отечественная война, которая начинается от Харькова, когда танки Гудериана стартуют не от Бреста, а от Харькова. Вот что им мерещится. И поэтому они будут любыми средствами препятствовать вхождению Украины в НАТО. Есть один только вариант, при котором Путин, не потерпевший поражения, согласится на то, чтобы Украина формально вошла в НАТО. Если фактическими условиями мирного договора ей будет запрещено иметь армию, оружие, которое сделает из нее страну, способную сопротивляться. Там в НАТО или не НАТО, он понимает, что такое пятая статья, он не очень-то ее боится. Соответственно, если будут какие-то ограничения, например, в НАТО без пятой статьи, или что-нибудь такое с пятой статьей, но с утвержденными запретами иметь такое-то, такое-то и сякое-то оружие современное, имеется ограничение на численность войск и так далее. Но это, по сути, будет разоружение Украины. Безоружная Украина, пусть в НАТО заходит, мы ее все равно сожрем. Примерно так он может думать. Но это будет, я не знаю, что для этого надо сделать, это будет очень уже специфическое стечение обстоятельств, чтобы Путин такое допустил. Скорее всего, он будет просто костями ложиться, чтобы в НАТО. Дальше обучение на базе Вооруженных сил Румынии, где украинские хлопцы будут тренироваться еще полгода уже на настоящих двухместных F-16 с инструкторами из Бельгии, Дании и Голландии. Вамин обороны Украины Умеров заявил, что он, оказывается, ведет консультации и со Швецией, и с Германией по поводу европейских истребителей Гриппин и Еврофайтер. Вашингтон объявит о новом пакете помощи Украине на 375 миллионов долларов. ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ. Это решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Я увидел уверенного Лидина, у которого есть план, и он дал четко понять, что все идет под плану, и все на самом деле под контроль. Ваня, вставай, НАТО напало. НАТО? Подло, вероломно, со спины. И вот-вот будет здесь. Америкосы напали, ребята! Это была цель легализации Крыма. Крым – это его, ну, если угодно, его… Идефикс. Да, это его, понимаете, Аркольский мост, если вспоминать Наполеона, да? Мы деноцифицировать. Теперь Украину знает весь мир. А с точки зрения демилитаризации у них оружия больше, чем у половины Европы. Операция продолжается, и она будет доведена до конца. Я думаю, что цели СВО были поставлены, но часть бездельников эти цели не выполнили, и поэтому надо разбираться с соответствующим органом, чем они вообще занимались. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. Спланировать нам ничего нормально не удалось. Цели у нас оказались завышенными. Расчеты наши оказались неверными. У нас нет задачи выиграть, я думаю. Нет задачи выиграть. Мы не стремимся к этому. В любом случае вопрос, что дальше? Я это могу сказать только с глазу на глаз. Это секретная информация. Смешно. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Они меняются в соответствии с текущей ситуацией. Деноцификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой, Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Не по одному. Ты не знаешь, что они должны выйти, вот прямо сейчас Коношенко, и что-то доложить вам. Цели ударов достигнуты. А мы говорим, чего мы хотим. Мы недостаточно четко формулируем задачи. Что мы пытаемся сказать украинскому народу? Мы же не Украину, понимаете? Мы не украинцев освобождаем и не делаем им хорошо. Мы же нигде ни разу не сформулировали. В этом-то и проблема. У нас сначала была деноцификация, демилитаризация, отодвинуться от наших границ. В чисто эгоистических целях мы защищаем свою собственную национальную безопасность. Цель нашей специальной военной операции вообще одно из условий, которые нам позволят сказать, что мы победили. Нынешние наши правители, они сами не верят в то, что говорят. Это чувствуется. Извините, когда главный пропагандист от патриотизма – это Маргоша Симоньян, абсолютно разложившаяся алкоголичка. Не надо требовать от нашего верховного командующего, главнокомандующего, от нашего государства, не надо требовать обозначать конкретные цели в тех случаях, когда они могут измениться. Мы начинали, чтобы победить нацизм. Да? Теперь было народу что-то объяснить. Мы сидим и нервничаем, и мы не понимаем, где наши цели, и что значит деноцификация, и что значит демилитаризация. Не нужно об этом заявлять всхлух. Ну, хотя бы, чтобы не сглазить. То, что происходит для блага русских людей. У вас есть четкое понимание целей и задачи специальной военной операции? Дефицит населения. Потому что большие континентальные протяженные границы, и дефицит населения, понимаете, у нас с временем не хватало населения. И лучшими царями были те, при ком росло население. Если Украина сохранится вот в том виде, эта власть сохранится на Украине в том виде, как она есть, даже в маленьком осколочном варианте, даже в маленьком-маленьком, в самом каком-то и вот Львовской области сохранится как самостоятельная, через короткое время у нас будут очень большие проблемы. Путин подробнейшим образом объяснил цели, причины, неизбежность нашей специальной военной операции. Забудь! Не, не, я сказал, забудь меня. Я с девушкой бывшей общаюсь. Забудьте, страны просто не будет в альтернативном сценарии. У нас стратегия есть? Вот, чтобы нам всем было понятно, как мы эту войну хотим закончить. И не просто деноцификация, демилитаризация. У них есть свои цели непонятные, какие-то имперские цели. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна. А для этого надо четко определить, зачем и куда и докуда. Что понимать под победой? Враг пришел бы сюда, если бы мы на его территории не стояли бы и не сдерживали его натиск. Сто процентов украинская армия пошла бы вначале на Донбасс, на Крым. В любом бы случае, почему и война должна быть как отечественная, и относиться надо к ней как отечественная. Где они этих идиотов находятся? Ну реально же идиот-то полный. Ну просто удивительно. Отчего поехал? Решил поддержать эту операцию. Решил принять участие. Россия не начала войну. И если бы этого не произошло, то сейчас бы мы, наверное, были под игой этих фашистов, этих нелюдей. Я не согласен с фразой, что если драка неизбежна, надо быть первым. Тогда ждите, когда нападут. Ну при всем уважении. Тогда все, что вы делаете, сейчас правильно. Тогда все бы были на вашей стороне. Защищая интересы украинского народа, он защищает и по сегодняшний день, я думаю, будет защищать интересы русского народа, который его избрал президент. Где они находят этих клинических идиотов? Это уже очевидно, что они поставили перед собой цель деросификации России. И мы воюем с украинскими фашистами за нашу братскую близость. Вот за что мы воюем. Прежде всего. Целей у нас нет до сих пор. И они не обозначены. И, может, я понимаю наших руководителей, которые не хотят четко и определенно назначать, говорить, что, какие мы ставим перед собой задачи. Потому что всегда можно будет потом сказать, а мы этого и хотели. Русская территория должна быть освобождена от русских, которые готовы убивать русских. А кто бы сказал, что наше дело победить Украину? Наше дело в другом. Если вы собираетесь воевать, то наше дело победить Америку, а не Украину. Россия сейчас сражается за свое достоинство. Начальник тоже не понимает, а в чем цель войны. Государство не дает этой идеологии, деноцификацию, демилитаризацию. Никто не понимает, что это такое. Это сложные слова. Да. Они просто этого не знают. Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни, отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными? Наверное, в этом и есть самый большой секрет всего этого, что мы пока не сами не понимаем, с кем мы воюем. Мы воюем сейчас, потому что надо. У меня все говорили, что лучше пойти на контракт. То есть деньги больше, да? Ну да, чтобы дом установить. Потому что нам нужно, чтобы как это было 20 лет назад в Чечне, чтобы сейчас произошло точно так же. Те люди, которые воюют против нас сейчас, должны в будущем воевать за нас. Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились. Потому что украинцы – это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Ну, это объективно так. И это опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да? Это все зависит от Владимира Владимировича. Это не от меня зависит, понимаете, и не от вас, и не от народа. Как это Вадим Путин скажет, так все оно и будет, поверьте мне. Нас своих земель хватает. Мы не за этим шли на Украину и идем. Мы не за этим 8 лет с вами разговариваем. Именно потому, что мы видим, наших, грубо говоря, бьют, преследуют, не дают говорить, детские сады туда-сюда. И донбассы возмутились, крымчане возмутились, взялись. Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции – освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Это война с Западом. Это война за наше существование. Он воюет сейчас за то, чтобы сохранить путинский престиж. Ради этого придется потратить еще там несколько тысяч или десятков тысяч молодых мужиков. Цель твоей вылазки. Да ты имбецил. Да. Да. Я ждал, когда лопнет терпение у Владимира Владимировича и когда он введет войска. Я дождался. Я пришел. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия. И они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. А мы никогда не возражали против этого? Это очень тяжело осознавать, что происходит на нашей исторической родине. Война нужна была для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая насильная армия. Как президент и сказал, вероятность всего, что другого выхода просто не было. Вот у нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек. От алкоголя примерно столько же. Некоторые ведь живут или не живут непонятно. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Ну, так мы защищаем украинцев же. Помните, Океания всегда воевала с Евразией. Всегда. Вот они взяли в свое время, в Крыму проживает 2,5 миллиона человек, да? 2400. Взяли и воду отрубили. Ну, войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Вообще шли на Польшу. Хорошо, я понял. Ну, армия шла на Польшу. А где ты это? А хохлы напали на нас, пока мы шли. Вот как просто пример логики наших действий. А когда их уже туда бросили, им нужно себе объяснить, что это не просто они безвольное лошьё, а что они идут на войну, потому что в этом есть некая моральная основа, потому что они Родину защищают, потому что своих не бросаем. Тут государство им подкидывает какие-то пропагандистские аргументы, для того, чтобы им проще было себе объяснить, за что они пошли умирать. Во-первых, по телевидению наш президент объявлял, что готовилась схема атака на Краснодарский край, на Ростовскую область. Выбора, кроме как начать специальную военную операцию, потому что прямо на наших границах, на украинской территории создавались прямые военные угрозы нашей безопасности. Военная операция для того, чтобы запугать идиотов и начинать вести переговоры, да, она проходит. Дебил – это, конечно, нечто выдающееся. Они защищают нас, они защищают тебя. И самое страшное, что их же действительно слушают. А мы на Украину тоже не нападали. Мы защищаем свою территорию. Если бы мы не начали операцию, то они бы сто пудов ударили. А мы не нападали. Ввели. Мы защищаем сейчас это наше территорию. Конечно. Оно и было наше. Ну, мы первые вошли, у нас выбора не было. Если бы мы первые не вошли, в первую очередь есть бы и пострадал. Ну, я знаю точно, что не нужна была нам эта война. Это война ради войны. Это война, во-первых, в первую очередь с мирным населением. Во-вторых, это уничтожение домов, инфраструктуры, больниц, школ. А когда ты хочешь что-то завоевать, ты хочешь что-то завоевать. Ты не завоевываешь выжженную землю и трупы. Ты завоевываешь что-то. А там нечего завоевывать после этих освободителей. Они все уничтожают. Им нечего завоевывать. Они сидят потом на трупах, на могилах, как в Мариуполе. И жрут там на этих могилах. Понимаете, это выглядит чудовищно, потому что я вообще не знаю, видела ли история человечества такую войну ради войны. Убийство ради убийства. Ради удовольствия, ради наслаждения. Это вот точно апофеоз войны, да? Вот это вот верещагинский апофеоз войны. Они уже сняли табу. Индивидуальный террор, удары по инфраструктуре. Так называемое дальнобойное оружие, ракеты, которые будут запускаться, как планируется, напрямую с участием натовских экипажей. Это массовый террор. Русофобскую риторику подхватила и Харрис. Возможная преемница Байдена на посту президента заявила, что в качестве начальника Белого дома не будет встречаться с Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Кейва. По словам Харрис, Украина должна иметь право голоса.